Здравствуйте, дорогие друзья! По порядку постараемся, у нас сегодня будет покороче эфир, я думаю, по техническим причинам, поэтому давайте сразу, наверное, к самым основным вопросам, в общем-то, после моего задержания, там, помещения в больницу и так далее, в эфир я не выходил, поэтому у людей большое количество вопросов, давайте иначе немножко построим нашу программу, нежели мы это делаем обычно. Конечно, сначала я расскажу всю эту историю, как все это происходило, потому что очень много каких-то домыслов, выдумок, там, совершенно невероятных историй, которых на самом деле не было даже в помине, и у людей есть вопросы, поэтому я давайте расскажу, поотвечаю на ваши вопросы, потом пробежимся по новостям быстренько, их, кстати, тоже не так мало, и, в общем-то, будем заканчивать. Я думаю, что вполне хорошо у нас все получится. А можно попросить телефон убрать? Так, ну что, по сути произошедшего инцидента, да, для тех, кто не в курсе, не так давно, хотя это было еще в январе, я вам даже сейчас скажу вот дату, когда это все произошло, чтобы все у нас четко было, да, произошло это 20-го, я так понимаю, да, 20-го января. Я был задержан в городе Саратове на пересечении улицы Советская и Чапаева после проведения нами эфира программы «Плохие новости», в общем-то, по выходу из кафе, в котором мы проводили программу, мы увидели неизвестных нам людей, которые, в общем-то, решили за мной побегать, да, поскольку я, тут вот меня троллят, что я бегать не умею. Я, кстати, бегать всегда не любил, и бегать я действительно не очень хорошо умею, не очень быстро, но я думаю, что я бы от них совершенно спокойно убежал, потому что у меня была большая фора, если бы я себя хорошо чувствовал, если бы у меня не было сумки, у меня была достаточно большая сумка тяжелая, и я себя плохо чувствовал и, в общем-то, остановился там на одном месте, в общем-то, по причине того, что я подумал, что сейчас просто потеряю сознание. Действительно, без шуток чувствовал себя очень плохо, и, в общем-то, пробежкой это не был я готов к ней физически. Был задержан, в общем-то, это оказались сотрудники, два сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом и один сотрудник ФСБ аж целый, тот, который ФСБ бегать не умел совсем, но он интеллектуал, он интеллектуал, ему бегать не нужно, об этом там чуть позже, да, в общем-то, доставили меня в отделение полиции номер 3 Кировского района, где, в общем-то, самый инициативный, там был такой самый инициативный сотрудник ЦП, который там все решал, такой был самый инициативный гражданин, да, который, в общем-то, подошел к оперативно-дежурному. Ну, то есть, нужно понимать, что все это решалось, вот, совершенно все было неподготовлено, то есть, приехали в это отделение полиции, там, в устной форме, там, подошел как-то по-дружески, там, вот я привез тебе человека, его надо куда-то там запихать, в какой-то там кассы, непонятно за что, никаких материалов дела нет, то есть, все это вообще на устной договоренности, ты меня знаешь, я тебя знаю, да, то есть, так у нас, в общем-то, происходит задержание, да, людей, на которых возбуждено административное производство, якобы, да, то есть, там, на самом деле, очень долго рассказывать все это по порядку, потому что, изъяли у меня все вещи, изъяли паспорт, кстати, чего делать не могли, сняли с меня шнурки, там, сняли ремень, потому что я мог на них повеситься, я попросил листы бумаги, потому что хотел написать заявление, несколько заявлений о представлении мне адвоката и о оказании медицинской помощи, мне дали листки бумаги, но не дали ни ручку, ни карандаш, потому что сказали, не положено, я могу покончить жизнь самоубийством этими ручками или карандашом, да, но, кстати, они мне очень помогли, мне вот вручили еще такую, я специально здесь отложил, вот такую хреноту мне вручили, а абсолютно она мне была не нужна, это требование прокурора о явке, но я на ней спал, вот, поэтому она мне пригодилась, я ее подстелил, вот, под голову, и я так аккуратненько спал на этой бумажке, запихали меня в касс, в общем-то, первые три часа были веселыми, первые три часа я уворачивался от бомжей, которые пытались меня заблевать, очень, кстати, я это эффективно делал, никому это не удалось в итоге, первые три часа прошли динамично, так скажем, потом, в общем-то, меня переселили, да, скажем так, в отдельную камеру, где никого не было, за что, в общем-то, спасибо, конечно, без доли иронии, я могу сказать, и там я, в общем-то, провел ночь, день, ко мне, конечно же, приехал адвокат, который, у которого сразу появились вопросы, да, большое спасибо, сразу так я буду по ходу, да, спасибо, говорить их, кстати, очень много, большое спасибо адвокату Саше Иванову, который, в общем-то, приехал очень оперативно, в пятницу вечером, ночью практически, да, там, в 11 часов вечера приехал в отделение полиции, три часа там ему рассказывали, что меня вообще нет в отделении полиции, меня здесь нет, никто меня не задерживал, не доставлял, никто не знает, а я сидел там в КАЗе, в общем-то, потом до меня допустили адвоката, сразу у нас возникло много вопросов, потому что не было ни протокола о административном правонарушении, ничего не было, да, было вот это требование прокурора о том, что я должен в воскресенье, я вам прям зачитаю, в настоящем сообщаю, что 29.01 это воскресенье в 10 часов прокуратуры Кировского района в отношении вас будет вынесено постановление о возбуждении дела административного правонарушения по статье 20.29, сейчас об этом тоже позже скажу, на основании изложенного вам необходимо явиться в указанное выше время в прокуратуру Кировского района для ознакомления с материалами проверки, дачи объяснений по существу совершенного административного правонарушения, то есть они уже решили, что я его совершил, не надо никакого суда, да, разъяснение прав и обязанностей лиц, привлекаемого к административной ответственности, при себе необходимо иметь паспорт, все, это единственная бумажка, которую мы смогли увидеть, то есть где здесь написано, что меня необходимо до воскресенья запихать в обезьянник, да, и, в общем-то, там продержать, нигде этого не написано, написано, что я должен явиться, однако вот так вот решили, кому-то это так захотело, запихать меня в обезьянник. В общем-то, находясь там, уже в субботу, проведя там прекрасную ночь, на самом деле это забавно, мне не разрешили книжку, это вообще грустно, даже в местах, где отбывают срок административный, заключенный, но им разрешают книжку, радио, да, а мне вообще ничего не разрешили, это было, ну, не знаю, я там, овец считал, но, в общем, долго очень, время долго, то есть долго не можешь уснуть, потому что жестко, потому что неудобно, потом ты засыпаешь и так долго спишь, и вообще такое ощущение, что уже двое суток проспал, и ты просыпаешься, понимаешь, что спать вообще больше не хочешь, встаешь, спрашиваешь, сколько времени, тебе говорят, что прошло 40 минут, ты говоришь, вы угораете, какие 40 минут, прошло двое суток, какие 40 минут, но я так не говорил, конечно, но в голове именно такие были мысли. В субботу я, в общем-то, почувствовал себя еще хуже, но я ночью себя почувствовал хуже, в субботу почувствовал себя еще хуже, и, в общем-то, уже где-то порядка 18 часов, я понял, что мне сидеть еще до утра, в общем-то, у меня высокая температура, реально, без шуток, чувствовал себя очень плохо, и, в общем-то, оперативный дежурный сменился, там появился женщина-капитан оперативный дежурный, я ей сказал, что мне нужна, в общем-то, медицинская помощь, вызовите мне скорую помощь, иначе мы сейчас будем тогда с адвокатом требовать как-то уже в более ультимативной форме, да, в 20, это где-то в 18.00, да, произошло, может быть, в 18.30, скорая помощь ко мне приехала первая в 22, ну, в 22, там, с небольшим, то есть в 10 часов вечера приехала ко мне первая скорая помощь, там был мужчина, ну, молодой человек, не знаю, как его назвать, мужчина лет 30, молодой это человек или старый, не знаю, так или иначе, который замерил мне температуру, температура у меня была 38.5, кстати, она наверняка спала, потому что до этого я чувствовал себя намного хуже, то есть с 18.00 до 10.00 прошло 4 часа, я там уже успел поспать, и, в общем-то, нам получше стал себя чувствовать, то есть я думаю, что ранее я еще хуже, температура у меня была выше, да, и приехал со скорой помощи вот этот вот молодой человек, которому позвонил опять тот же самый инициативный ЦПшник, и по телефонному разговору сказал, что я самый страшный экстремист, что я там нахожусь, потому что я там совершил какое-то невероятное злодеяние, ни в коем случае меня госпитализировать не нужно, потому что я симулянт, потому что это вообще самое страшное, я преступник, и я обязательно кого-нибудь там убью, съем, не знаю. Конечно, он этого не сказал напрямую, но я слышал этот телефонный разговор, потому что вот рядом со мной стоял человек, я слышал, что говорят в трубке. В общем-то, сотрудник скорой помощи, ну, ему было просто пофигу, так уж объективно говоря, он мне дал прекрасную таблетку какого-то парацетамола, или что это было, я не знаю, анальгина какого-то, я даже не знаю, что это было, я даже и не выпил эти таблетки, ну, нахер, и, в общем-то, он благополучно уехал. После чего там где-то еще через час ко мне приехал адвокат, я ему всю эту ситуацию рассказал, и уже в присутствии адвоката, и под давлением людей, которые оказалось, что собрались на улице, я даже этого не знал. Вот тут люди пишут, как ты вот там, чувствовал ли ты нашу поддержку? Я не знал об этом, конечно же, у меня не было ни телефона, ничего, на улицу не видно, то есть единственное, что там можно в щель одну увидеть, там, что машины ездят, все, больше ничего не было видно. Я не знал, что там стоят люди в большом количестве, что там Вячеслав Ильич Лавч. Я догадывался, что какие-то процессы по моему вызволению происходят, но, тем не менее, не знал, что там находятся люди. И под воздействием, под давлением вот этих людей, под давлением моего адвоката, который очень грамотно сработал под вот этим общественным давлением, которое было, журналисты и все прочие, мне вызвали вторую скорую помощь. Большое хочу сказать спасибо сотрудникам этой скорой помощи, там уже два человека приехали, женщина, которая, в общем-то, сказала, что ей вообще наплевать. Ей опять там намекали, что давайте как-нибудь, она очень жестко, очень ультимативно сказала, мне абсолютно все равно, у вас тут ваши порядки, у меня есть больной, и я его госпитализирую. Поэтому большое ей спасибо, без доли иронии. На скорой помощи меня, в общем-то, я вышел на улицу, и вот только тогда уже увидел, что там, оказывается, какие-то люди собрались, большинство из которых я, кстати, даже не знаю, и потом, меня уже потом, мне звонили уже, когда меня отпустили, мне звонили, говорили, а вот я там приходил тебя поддержать, ты же со мной поздоровался, я не видел, друзья. Я потом только говорил, а там, по-моему, Эльнур был, да, я там с кем-то, я говорю, а там Эльнур был, да, по голосу, потому что услышал, еще кто-то был, то есть я как-то даже и меня вели, я особо не обратил внимания, кто был, поэтому всем, кто был, большое спасибо. Я бы, серьезно, без шуток, я был удивлен, и мне было очень приятно, что в 12 часов ночи на улице минус 20 пришли какие-то люди меня, в общем-то, ожидать, да, поддержать. Посадили меня в скорую помощь, рассказали мне там опять, что я и симулянт самые страшные, да, и увезли в 8-ю городскую клиническую больницу, которая находится на 3-й дачной в городе Саратове. Там меня привезли в урологическое отделение, потому что у меня болела почка, и, ну, как оказалось, потом это была не почка, но я не врач, я могу сказать, что у меня болит вот здесь, что это, почка там, или какой это орган, я не знаю, да. В общем-то, в урологическом отделении я слышал опять разговоры о том, что нужно сейчас очень срочно этого человека отпускать, мы его повезем обратно в отделение. Тут я хочу спасибо сказать человеку, с которым я не знаком, да, но который гораздо более авторитетен, так скажем, чем какие-то Ешники, какие-то ЦПЕшники, и благодаря этому человеку, в общем-то, меня всё-таки из больницы не выкинули и в больницу положили, да, поэтому я фамилию этого человека назвать не буду, но большое ему спасибо. Я не знаю, до него, наверное, не дойдёт, но всё равно я, в общем-то, что я могу ещё раз спасибо сказать, да, вот. В урологическом отделении сказали, что почки мои можно продавать. Можно убрать телефоны, друзья, это же несложно. Я просто третий раз уже говорю. Так вот, да, продолжим. И в урологическом отделении мне сказали, что почки мои можно продавать, они совершенно здоровые, и отправили меня на рентген, да, я пошутил, что даже если меня сейчас отправят обратно в отделение, это не поможет, потому что мне сделали сколько? Четыре, получается, или пять раз рентген за час. И поэтому я предположил, что скоро я научусь проходить сквозь стены, и вообще никакие казы меня не остановят, да, в общем-то, из-за того, что огромное количество рентгенов. Ну, потому что я приехал в урологию, там мне сделали три рентгена, ещё УЗИ, да. Потом меня отправили в пульмонологию, там сделали ещё два рентгена, но УЗИ, благо, не сделали, да, поэтому там, я не знаю, третий глаз, если у меня вырастет. Ну, мне сказали, что не вырастет, да, разочаровали меня. А вот в пульмонологическое отделение всё-таки меня положили под охраной. Всё это время, да, я забыл сказать, всё это время я находился под охраной, люди. Вообще, если посчитать всех, кто был задействован вот в этой спецоперации, да, по моей поимке, по моему доставлению, по моему, там, сопровождению, охране и всему прочему, ну, я думаю, что мы, ну, наверное, больше ста человек насчитаем без доли иронии, потому что три человека меня сопровождали в больнице. Причём, знаете, как это происходило? Больница, я там еле стою на ногах, иду по коридору, сзади идут двое, спереди идёт один, открывает дверь, заходит, закрывает дверь, проходит дальше, открывает следующую дверь, один меня обгоняет, открывает эту дверь, держит, этот контролирует, чтобы я не убежал назад, заводит меня, закрывают сзади дверь, один стоит там, второй меня ведёт до третьего, и вот так вот по цепочке, представьте, то есть буквально как инкассаторы, у них же там есть, да, сколько надо шагов пройти, там, один другого обгоняет, сколько метров между ними должно быть, вот практически, как, меня как особо ценный груз, там, как особо важного преступника конвоировали в больнице, там, по всем этим коридорам, вот все коридоры мы проходили таким образом, такой змейкой, вот, потом, когда меня привели в отделение, уже сказали, что в пульмонологии меня всё-таки оставляют, госпитализируют с диагнозом пневмония, полицейский сказал, что ему нужно находиться со мной в одной палате, ни много, ни мало, там было три кровати, все они были заняты, ну, две были заняты, и вот я должен был занять третью, то есть, видимо, судя по всему, он хотел лечь со мной в одну кровать, потому что он сказал, что я могу выпрыгнуть из окна, я могу порезать себе вены, что-то ещё, там, я не знаю, сквозь стены пройти, я не знаю, что я ещё мог сделать по его представлениям, но всё-таки врачи его немножко остудили и сказали, что надо будет подождать в коридорчике, всю ночь трое человек меня караулили в коридорчике, запретили мне закрывать дверь, потому что вдруг я за закрытой дверью что-то сделаю, в общем, наблюдали, как я чешу жопу там по ночам, ну, я не знаю, что ещё нужно делать по ночам в больнице, вот, нужно сказать, что ночью у меня температура поднялась практически до 40, то есть за 39,5, это к вопросу, там, о симулянстве, да, и как бы я себя чувствовал в Казе, если бы у меня в Казе была температура практически 40, и скорая помощь бы ко мне ехала 4 часа, ну, остаётся только догадываться, да, это опять к вопросу о том, кто там симулянт, кто не симулянт, да, вот. Утром что, начали меня лечить, опять большое спасибо хочу сказать, во-первых, нужно пояснить, как ко всему этому относилась больница, потому что больница встала на уши вся, потому что какие-то люди кого-то конвоируют, кого-то охраняют, особо важного преступника какого-то привезли, и все врачи там шептались, не понимали, что происходит, и там мне на ушко говорили, а что случилось, сколько человек ты убил, сколько ты изнасиловал, я говорю, я даже не буду рассказывать, потому что вы не поверите, да, потому что кому-то рассказать о том, что вот весь этот кипиш, а, нужно ещё сказать, что на улице охраняли, конечно же, то есть возле окон ходили, чтобы я из окон не выпрыгнул, а если выпрыгну, чтобы меня поймали третий этаж, это четвёртый этаж, кстати, вот. То есть всё это из-за того, что я картинку, не картинку, песню выложил, да, в интернете, но я там, говорю, вот, песню выложил в интернете, но люди мне не верили почему-то, думали, наверное, что я шучу или там как-то пытаюсь их обмануть, но вот вы-то понимаете, что я их не пытался обмануть, у меня вот даже написано 20.29, вот. Так что всё это очень весело, с утра начали меня лечить, большое спасибо всем врачам, которые меня лечили, всем медсёстрам, медбратьям, без доли иронии, больница неплохая, кормят вкусно. Сокамерники у меня были отличные, парни, я не знаю, вряд ли вы меня смотрите, большое вам спасибо, потому что меня отняли телефон, парни стояли на шухере, передали мне свой телефон, то есть сказали, что если нужны будут какие-то показания, что кому-то жаловаться, мы будем жаловаться, то есть вообще очень крутые ребята, реально очень помогли, спасибо вам, потому что я не мог связаться с адвокатом, мне передали телефон, то есть мы такой командой работали, то есть они отвлекают, закрывают дверь, караулят, кидают мне телефон в щёлку, там я куда-то закрываюсь в туалете, звоню адвокату, то есть всё это очень смешно, но на самом деле нет, вот. Что ещё рассказать? Да, ну и, собственно, в субботу уже с температурой я был, под капельницами, под всем прочим, мы уже ближе к вечеру, в общем-то, мне вернули телефон, там, наверное, часов 8 вечера, и пришёл доктор, который сказал всем выйти, а вот ему остаться, говоря мне. Я не понял, что происходит, я думаю, всё, убивать меня там сейчас будут. Вот, и тут заносят в палату флаг и герб, и я сначала подумал, что это какая-то шутка, я подумал, может, Вячеслав Иславович приехал, там, эфир будет вести из палаты. Оказалось, что это не шутка, да, то есть суд решили проводить у меня в палате. В 8 часов вечера, выходной день, суд у меня решили проводить в больнице, в больничной палате, ну, потому что я особо важный преступник, да, поэтому ни в коем случае нельзя терять ни минуты. Для тех, кто не понимает, почему это произошло, это, кстати, в воскресенье уже был суд, для тех, кто не понимает, почему это произошло, задержание моё было абсолютно незаконным, на этом мы настаиваем, и все адвокаты об этом говорят, да, и у них было 48 часов на то, чтобы на меня составить административный протокол. 48 часов истекали в 23 часа, ну, скажем так, правильно они истекали в 23 часа, по их данным, в час ночи понедельника, да, ну, пускай в час ночи понедельника, хотя это неправильно, не буду углубляться в подробности, в час ночи в понедельник у них истекали 48 часов, которые у них есть на то, чтобы составить на меня административный протокол. То есть если бы они не успели этого сделать, то последствия были бы очень для них серьёзные, поэтому они не побрезговали, да, там, вызвать какого-то судью, выдернуть его в выходной день, привезти в больницу, выдернуть людей с капельницы, то есть у них в буквальном смысле вытащили капельницы, увели их куда-то в какие-то отдельные, в коридоре, в какие помещения, в коридоре, то есть люди больные, люди сидели в коридоре с, там, восьми или семи часов вечера, и до 12 часов у нас было рассмотрение административного дела. То есть я лежал на кровати такой, под капельницей, вот, и я закашливался постоянно, мне прокурор говорит, вам плохо, вам нужен врач, я говорю, мне просто смеяться больно, он говорит, ну вы попробуйте, не смеетесь, я говорю, я пробую, не получается, и без шуток, мне было очень смешно, я смеюсь, начинаю кашлять, мне больно, я поэтому говорю, вы своим процессом, в общем-то, меня убиваете так медленно, вот, и я до конца этого не понимал, я думал, что, ну, ну, наверное, всё-таки это какая-то шутка, но не может же этого произойти, нет, это не шутка, это произошло, да, началось рассмотрение административного дела, не допустили мы его адвоката, который находился в следственном комитете и подавал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении людей, которые меня задерживали, да, то есть мы в следственный комитет подали заявление о том, чтобы привлечь к уголовной ответственности за незаконное лишение свободы тех людей, которые меня задержали. Он находился в следственном комитете, до судебного процесса его не допустили до рассмотрения административного производства, в общем-то, далее там был забавный случай такой, да, о нём, наверное, надо рассказать. Мне позвонил адвокат и передал слова Вячеслава Шлашмальцева, который, ну, в общем, мы, ладно, по телефону мы обсудили следующую тему, скажем так, неважно, как это происходило, по телефону мы обсудили следующую тему, что я умираю, и мне срочно нужен священник. То есть мы хотели, в общем-то, ходатайствовать о вызове священника в палату, о том, что я умираю, и мне очень плохо, и мне нужен очень срочно священник, нужно тормозить производство, рассмотрение дела, да. Но нам надо было тянуть время, чтобы до часу ночи его протянуть. И вы будете смеяться. То есть мы поговорили об этом по телефону, я никому об этом не сказал, я сидел один в палате, никого рядом не было, я уверен, что никто этого не слышал там за дверью или где-то ещё, абсолютно в этом уверен. Через 20 минут, я никому об этом не говорил, через 20 минут в коридоре ожидал священник. То есть это к вопросу о том, как слушаются телефоны, да. То есть понятно, что они слушаются, для меня это было очевидно, но слушаются они вот в режиме онлайн. Как плеер вы слушаете, вставляете наушники и слушаете музыку. Вот точно так же определенные люди вставляют там наушники, грубо говоря, и слушают ваши телефонные переговоры в режиме онлайн, да. Поэтому вопросы некоторые по телефону, вообще никакие лучше по телефону не обсуждать, да. Поэтому вот со священником такая забавная была история. Но я не стал ходатайствовать, потому что смысл потерялся. Естественно, мне никакой священник нахер не был нужен. В общем-то, потянуть время такой возможности уже не было, потому что они приперли туда священника, нашли. И очень долго можно рассуждать об этом административном процессе. Очень коротко. В августе 2016 года на странице ВКонтакте была размещена, якобы была размещена аудиофайл. Три аудиофайла, два аудиофайла группы 2517, один аудиофайл группы GROT, которые были признаны запрещенными ранее решениями каких-то судов, пупырловок и стальных мошонок. Это шутка, понятно, и не всем. Про стальные мошонки. Только нашим постоянным зрителям. Так вот, и далее они были удалены. Кто их размещал, как и при каких обстоятельствах, неизвестно. Тем не менее, есть понятие сроков давности, на которые все положили болт, потому что сроки привлечения административной ответственности два месяца, размещены они были в августе. Прокурор говорит о том, что неизвестно, когда они были удалены. Я говорю, у вас есть скриншоты? Да, у нас есть скриншоты. Когда они были сделаны? В августе. У вас есть скриншоты? Есть какие-то доказательства того, что эти аудиозаписи были в сентябре, в октябре, в ноябре? Нет, у нас их нет. Но мы не знаем, когда они были удалены. На все было положено железобетонный болт, были нарушены процессуальные процедуры по моему доставлению, задержанию и всему прочему, что тоже является основанием прекращения административного производства. Были нарушены сроки давности. В этом я абсолютно уверен. Это железобетонно. Ну и так далее. То есть непонятна причастность моя. То есть на какой-то странице были размещены какие-то аудиофайлы, и прокурор очень настойчиво доказывал, что я имею доступ к этой странице. Да вопросов нет. А где? Какое доказательство, что я их размещал? Ну я имею доступ к этой странице. В общем, не скрываю. И что? А к ней еще имеют доступ 10 человек. Это, кстати, не шутка. Ну не 10, даже, наверное, больше. И что? И где? Доказательство того, что именно я их разместил. Ну, в общем, не суть. В итоге прокурор очень сильно настаивал на том, чтобы мне дать сутки ареста, да, то есть продолжить мой административный арест. Вызвали, допросили моего лечащего врача. Прокурор спрашивал, могу ли я... Кстати, да, надо пояснить, что у меня температура 40 была на судебном заседании. То есть я не очень, мягко говоря, хорошо себя чувствовал. И прокурор спрашивал, могут ли они меня сейчас доставить куда-то, вот прямо из больничной палаты. Если там меня доставят и будут там что-то колоть, кто будет колоть, полицейские будут колоть, я не знаю, можно ли таким образом меня лечить и так дальше. В общем, спасибо большое моему лечащему врачу, еще раз хочу сказать, который сказал, что это невозможно, что я болею и мне необходимо находиться в больнице. В общем, все у них не сложилось, и все это развалилось, как карточный домик, и даже судья, в общем-то, это понял. И в итоге вынес мне уже, наверное, там в 12 часов ночи в воскресенье вынес мне решение о привлечении меня к административной ответственности и оштрафовал меня на 3000 российских рублей за размещение трех аудиопесен, аудиотреков группы 2517 и ГРОД. Там якобы запрещен. Так что вот такая очень интересная история. Я вышел из палаты, так еле стоя на ногах, вышел из палаты, и там сидела огромная, конечно, просто какой-то невероятный, я не знаю, сколько десятков человек, прокуроры, какие-то следователи, какие-то ОБЭП, какие-то ППСники, какие-то оперативные дежурные, священник, я не знаю, кто там еще, запасной судья, я не знаю, кто там еще сидел, я даже не стал, кто-то в штатском там в невероятном количестве, то есть вот все места, которые были, там все лавочки и все, что было в отделении, все было занято, сидели все, да, и я так открыто, надо было, это вот я заснял бы с удовольствием, но не было возможности. Я открываю дверь, стоит такая тишина, все на меня смотрят, и один лейтенант спрашивает, ну что? Я говорю, 3000, и все такие, хух, и все выдохнули, да, ну слава богу, не, без шуток так и сказали. То есть я уж не знаю, из чего, слава богу, из того, что кому-то, ну всем было понятно, что это полная чушь, и врачам, и сокамерникам моим, и там, я не знаю, и этим лейтенантам все было понятно, что это полный бред, полная чушь, над человеком просто издеваются в больнице средь белого дня, да, что называется. Ну, в общем-то, что, ничего страшного не произошло, 3000 присудили, я вот жив-здоров, вот у меня есть такая замечательная бумазейка, так, так, это не та бумазейка, сейчас, где та бумазейка? Это я вот к ЦЕ пишу, там хочу, да, который там рассказывал, что я симулянт, там и так далее. Дата поступления 29.01. Это государственное учреждение здравоохранения Саратовская городская клиническая больница номер 8, пульмонологическое отделение, выписка из медицинской карты стационарного больного, там номер такой-то. Значит, диагноз, основное заболевание внебольничная пневмония слева в С8 нижней доле средне-тяжелого течения в стадии разрешения, сухой плеврит слева и что-то какой-то ДН1 стадия, я не знаю, что такое ДН1 стадия, то есть прописано было мне лечение, вот есть какие-то печати, да, если кто-то не верит. Это к вопросу о том, кто там что симулировал и не симулировал, да. Вот. Недельку я провалялся в этой больничке, прописали мне какое-то невероятное количество. Сейчас, если я буду зачитывать все таблетки, которые мне прописали, я, наверное, полуэфира потрачу. Естественно, ни одной из них я не выпил, и именно поэтому я здоров. Именно поэтому я чувствую себя хорошо. Это один, наверное, из ваших основных вопросов. Чувствую себя нормально, по крайней мере, неплохо. То есть какой вывод, о чём, какой можно сделать вывод? Не так давно мы рассказывали историю о том, как поймали человека в уголовном розыске, который находился. Ты не слышал, Игорь, историю про человека, который в федеральном розыске находился? Мужчина находился в федеральном розыске в Саратове в течение двух с половиной лет. Его никто не искал. А потом его случайно поймали на улицу за расклейку объявлений в неположенном месте. То есть он там какую-то работу нашёл, расклеивал объявление, его поймали, и оказалось, что он в федеральном розыске. То есть людей, которые находятся в федеральном розыске, они совершенно спокойно живут, занимаются своими делами, работают, по два с половиной года могут скрываться от федерального розыска, а тут прослушиваются номера телефонов, сто человек караулят вас, конвоируют вот такой змейкой по больнице, там хотят лечь с вами в одну кровать, чтобы вы эгегей что-то там не задумали, судят в 12 часов ночи в воскресенье в больничной палате под капельницей с температурой 40 за то, что вы выложили три песни, да? Поэтому вы можете совершенно спокойно кого-то убивать, насиловать, грабить, я не знаю, что ещё делать, лишь бы только вы не выкладывали ни в коем случае какие-то запрещённые песни, не выходили на пикеты. Что ещё нельзя делать в нашей стране? Ничего не писали в интернете, конечно, ничего не думали, даже можете не думать. А если да, то эгегей. Вывод короткий, долго, 30 минут мы про это говорили, всё. Но на самом деле можно ещё, я ещё очень многое не рассказал из-за того, что происходило, поверьте. Вывод. Первое. Всем спасибо адвокатам, людям, сокамерникам, врачам, которые меня лечили, медсёстрам, медбратьям, нескольким людям в отделении полиции, не буду называть их фамилии, их звания, потому что хочешь... В общем, если я их похвалю, то их там просто нагнут, я это прекрасно понимаю. Спасибо вам, я не знаю, смотрите, вряд ли, конечно. Передадут, я вот здесь, я уверен, что передадут. Спасибо. Там, понимают, за что, да? Ну и ещё там, в общем-то, большому количеству людей спасибо. Всем, кто нас смотрит, всем, кто распространял, я был удивлён. Огромное количество, да, каких-то постов, тегов, люди выходили на пикеты в других городах, на прогулках, про меня говорили. Очень, очень спасибо. Очень приятно, во-первых, и очень полезно, потому что, ну, понятно, что это общественная волна. Это не просто приятно, что вот я такой сидел, довольный, вот какая я звезда. Нет, дело не в этом. Дело в том, что есть понятие сплочённости, да, то есть одного схватили, и вот, пожалуйста, огромное количество людей начало, в общем-то, волну гнать, да, и будут продолжать гнать в случае, если что-то подобное случится. Это, это поспасибо, да, выводы, в общем-то, по тому, что можно делать в этой стране, что нельзя, я тоже сделал. Передаю привет, как на поле чудес, группе 2517, ребятам из группы ГРОТ, да, всем, всем привет. 2517 в марте, в городе Саратове, я всех приглашаю. Нам очень часто рассказывают про каких-то жутких, страшных фашистов, нацистов и экстремистов, но никто их никогда не видит, с ними борются, целые ведомства, ФСБ, ЦП, там, в невероятном количестве. Вот, у вас будет возможность, уважаемые жители Саратова, и не только Саратова, увидеть настоящих, самых страшных фашистов, самых жутких экстремистов, почти террористов. В марте в Саратове группа 2517, я обязательно приеду, не знаю, сфотографируюсь, может быть, расскажу эту историю, если будет возможность, хотя, наверное, вряд ли. Пришлю, наверное, этот видеоролик в группу, может быть, его кто-то увидит и посчитает забавным, да, то есть, такое вот, как сказать, я могу считаться, наверное, одним из самых крутых фанатов 2517 грота, потому что я там пострадал за их треки, но это шутка, конечно, я там не считаю себя каким-то героем. все, 34 минуты 35 мы поговорили про всю эту историю, но действительно нужно было провести какое-то понимание. Вот вы знаете, друзья, у меня большое количество новостей, тут еще про Демушкина, хочется сказать, про Прилепина, про нодовцев, и еще новостей, там, 20 страниц, и вот я подумываю, что, наверное, надо это как-то все разделить, и, наверное, завтра я выйду еще раз в эфир по новостям, то есть, сегодня мы такой эфир light, скажем так, давайте я на ваши вопросы поотвечаю в течение минут 10 и закончу. Да, наверное, так и поступим, а вот все новости и нодовцы, и Прилепины, Демушкин, и все прочие, это, наверное, давайте, но по Демушкину я скажу, завтра будет суд Демушкина, его перенесли на две недели раньше, я так понимаю, что начнутся слушания, я не думаю, что будет приговор, я не в курсе, скажем, не следил, да, за последнее время, как развивается этот процесс, но я так понимаю, начинаются слушания, мы обязательно туда поедем, и я думаю, в Перископе выйдем в эфир, поэтому, в общем-то, вас будем тоже держать в курсе событий, что происходит по суду у Демушкина, и призываем всех москвичей, гостей столицы, как это говорят, да, по радиоэфиру обычно, призываем поддержать Дмитрия Демушкина на завтрашнем судебном заседании, приходите и приводите друзей в суд, это такое место встречи в России 21 века, в суде, встретимся в суде, да, вот, поотвечаю на ваши вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы, 10 минуточек поотвечаю, а давайте вот все, все остальное, что я хотел сказать, а это очень и очень многое, начиная от снегоуборочной техники в Саратове, за которой я наблюдал, заканчивая женщиной, которая открусила половую орган 21-летнему жителю Сарата, в общем, тут есть о чем рассказать, не хочу просто сейчас это все так пробежать, за 5 минут, хочу полноценно об этом поговорить, завтра об этом поговорим, пожалуйста, ваши вопросы, предложения, рекомендации, какие-то мысли, что-то еще, Лариса из Санкт-Петербурга нам пишет, Сергей, ты молодец, в чем заключается молодец, Лариса, в том, что я бегаю плохо, я не знаю, все почему-то мне написали, что я там какой-то герой, я вообще не чувствую себя никаким героем, потому что мы были готовы, потому что меня с ноября месяца ловили, рано или поздно они меня поймали, никакого героизма в этом не было, героизм в том, что я свалился в больницу, и в чем героизм-то, или что, или я должен был расплакаться, там биться в конвульсиях, дядечки, не судите меня, а если я это не сделал, значит я герой, нет, я не герой, совсем нет. Сергей, приезжай в Екатеринбург, будет повод, приеду, я, может быть, я все еще подумываю о том, что я доеду до Казани, я об этом подумываю с 2014 года, если буду в Казани, может быть, какую-то встречу организуем, кому-то, может быть, будет интересно со мной увидеться в Казани, может быть, вдруг, почему-то, я, конечно, не Вячеслав Мальцев, чтобы ездить с туром по России, и столько людей я не соберу, и даже не планирую, но если кому-то будет интересно пообщаться, может быть, какой-то эфир периферийного зрения с нашими зрителями из Казани сделаем, если я все-таки до туда доберусь. Ну, давайте, ладно, это тема, которую все равно нельзя обойти стороной, и тут есть разоблачители, разоблачители, которые рассказывают тут про мое имя, вы знаете, друзья, ладно, давайте начнем не с этого, поэтапно, да, в моем паспорте написано не Сергей Окунев, было ли это тайной? Нет. Известно ли было об этом людям? Да, и в большом количестве, люди, которые меня знали, журналисты, мои коллеги на работе, мои друзья, люди, которые вот здесь, с которыми мы общаемся, наши сторонники приближенные, они об этом знали. Как меня зовут? Зовут меня Сергей Окунев, и никак иначе. Кто такой Леонид Гришин, я не знаю, это, я никак себя не не причисляю к этому имени, и не имею ни малейшего понятия, кто этот человек. Все, это все объяснение. Почему так произошло? Это не псевдоним. Почему так произошло? Вы знаете, я вот терзал себя несколько дней, я думал, как правильно это сформулировать, потому что я не могу вам сказать некоторых вещей, но по понятным причинам, да, потому что я не только вам тогда их расскажу. я и некоторых вещей рассказать не могу, и я думал, вот как правильно сказать, люди же подумают, что я что-то скрываю, а потом я вдруг пришел к выводу, что, да, наверное, это и не нужно никому. Какая разница, что написано в паспорте? У меня очень много, поверьте, написано в паспорте того, что не соответствует действительности, люди об этом знают, поэтому это никакой не псевдоним, зовут меня Сергей Окунев, никак иначе. Все, это все, что я могу сказать. Ко мне так обращались в школе, ко мне так обращаются мои родители, ко мне так обращаются мои друзья, в этой бумажке, которую мне там когда-то выдали, написано очень много, еще раз повторюсь, из того, что не соответствует ни малейшей действительности. Все, на этом я тему этого масонского заговора с моим каким-то там подставным именем закрываю. Приглашают на Колыму? Да, легко. Успеем еще. Сергей, в программе по защите свидетелей? Нет, я не в программе по защите свидетелей. Было бы странно, наверное, в программе по защите свидетелей там людей в подвалы сажают и там в магазин им быть нельзя, а я тут вещаю в артподготовке в программе по защите свидетелей. Нет. Вот, люди правильные вопросы задают. Друзья, давайте не будем, потому что мы играем тогда на руку не совсем честным людям. Еще раз, я понимаю, что это такая давайте просто закроем эту тему, пожалуйста. Не потому что я не хочу, там я что-то скрываю, а потому что я не могу этого рассказать. Вот и все. Тема закрыта. На лыжах не катаюсь, в теннис никогда в жизни не играл, кстати, с удовольствием поиграл. Не знаю. Смотрю ли я канал Правовед ТВ? Ни разу в жизни не слышал даже об этом. СССР там что-то, в смысле пишут, я даже не знаю об этом. Класс СССР, это здорово. Вот Олег вещей пишет. Олег, вы... Ладно, Олег, вы не правы. Вас обманули, Олег. Выращиваю ли я бороду? Нет, я не выращиваю бороду, просто надо побриться. Мне сказали, что я с бородой выгляжу на 15 лет, а безбрады на 12, поэтому я... Я хочу выглядеть на 15. Не, я побрею, ладно. Так, вот, а кого-то нужно забанить с удовольствием. Я так давно этого не делал. Не надо было политься просто с именем, а что это значит политься? В смысле... Я и не скрывал, это глупо скрывать. Если в паспорте написано, в любом случае, полись, не полись, любое судебное производство, покупка билетов куда-то, я не знаю, любой официальный процесс, он будет сопровождаться вашими документами. Поэтому, что значит, не надо было политься? Как вы все представляете? Съесть паспорт перед ЗАГСом? Был в каких-нибудь республиках Северного Кавказа, не был в республиках Северного Кавказа и даже не был в Сочи. И вот во всех курортных этих городах тоже не был ни разу. Представляете, так вот вышло. На российском побережье я не был ни разу. Семейные тайны Гришиных, это их личное дело. Матерь моя фамилия Крылова, у отца моего фамилия Журавлев, у отчима моего фамилия Щеголев, так что не надо делать вид, что вы что-то понимаете, друзья. Сергей, как вам написать лично? Почта, арт-зрение, пожалуйста, artzreniasobakajmail.com по почте. Очень много сообщений, какое-то немыслимое количество. Я не успел пока на все ответить, хотя даже в больнице отвечал на некоторые сообщения, уже когда полегче стало, поэтому обязательно на все отвечу, не сомневайтесь. как к Белковскому сходили хорошо. Белковский, я думаю, скоро, очень скоро будет у нас в эфире. Я надеюсь, если ничего не сорвется. Когда Окунев станет мэром или депутатом, он все про себя расскажет. Именно поэтому Окунев никогда не станет мэром и депутатом. Не, не поэтому, не потому, что просто не хочу. Просто не хочу. Я ожидал, что сейчас будет поток вопросов. Я, по-моему, так соскучился без иронии, кстати, без шуток, что вы сейчас меня завалите какими-то там вопросами, а вы о чем-то другом. Ну, это, наверное, ожидаемо, нормально. Что с Марком? Марк 10 суток получил. Выйдет в понедельник, по-моему, если я не ошибаюсь, следующий, да? С Пановаревым есть ли контакт? По-моему, был. Надо сейчас решить этот вопрос с Пановаревым легко. По Прилепину тут просят рассказать. По Прилепину очень долго я хочу рассказать. Я умею совместные фотографии с Прилепиным. Я с ним однажды пообщался. Есть у меня очень такая длинный монолог по Прилепину. Привет из Электростали. Привет в Электросталь, там у нас... Вы не один. Вы не один у нас из Электростали. Сергей, когда эфир со зрителями? Вот не знаю. Как-то мы первый раз попробовали, и вроде бы все было так перспективно. Второй раз попробовали что-то с технической составляющей, не так получилось. Давайте отладим эту техническую составляющую. Я-то всегда готов. Надо только сделать так, чтобы не говорили все разом или не молчали все разом, да? Как это у нас получилось первый и второй раз. Поэтому давайте я сейчас вот вернулся, немножко в себя пришел. Снова на брикады вперед, ура! Все, отладим и будем делать. Будем ли собирать деньги после 5-го, 11-го, 17-го? Не знаю, сложный вопрос. Что значит собирать деньги, ходить по улицам, углы и дать сеньги. А в Уфе спрашивают, есть, конечно, есть и прогулки. В Уфе у нас проходит бегущую строку, наблюдайте внизу. Спрашивают про отношения к 11-му сентября. Странный вопрос, к чему он вдруг сейчас? Взрыв зданий Близнецов. Верили я в официальную версию или нет? Не знаю, есть крайности, понимаете. Есть одна крайность, которая рассказывает, что вот есть там жуткие исламские террористы, которые во всем виноваты. Есть другая крайность, которая говорит, что вообще нет никаких самолетов. Это все там инопланетяне, рептилоиды, анунаки и так далее. Ну, безусловно, были самолеты, они врезались. Мотивационную часть я не хочу рассматривать, потому что она всем понятна. Эти там якобы подрывы, и почему они вдруг упали, эти здания. Это очень большой вопрос. Я думаю, что мы узнаем. Ответ совершенно четко и, кстати, достаточно скоро. Что-то мне подсказывает. Жуковский вас игнорирует. Но я полторы недели, получается, отсутствовал в этом мире. Поэтому Жуковский мне не писал за этот промежуток времени, и я ему не писал. Про Сотника спрашивают. Я расстроен. Простите меня. Я хочу перед вами извиниться, друзья мои. Без доли иронии. Сотник соснедошел до нас, простых смертных граждан. С небосклона, с олимпа российской журналистики и оппозиционной деятельности. Вот прям буквально по ступеням Якова, только сверху вниз, ступился к нам, к простым смертным, на землю, да, по воде, я к посоху, и пришел на прогулку. А меня там не было. Вы представляете? И не было ни Мальцева, ни меня. Мы подошли позже, когда его уже не было. То есть вот так забавно. Мы не пересеклись. И я жутко расстроен, потому что я бы с удовольствием задал бы несколько вопросов сотнику. Пригласил бы его на канал Артподготовка, чтобы он нам рассказал про то, какие мы агенты ФСБ, про какие-то магазины, которые мы там какие-то контролируем. Вот эту вот всю эту чушь. С удовольствием, чтобы он у нас на канале рассказал, а мы, представляете, с ним не пересеклись. Я очень расстроен. Нет, я без шуток, даже без иронии. Я прям расстроился, что у нас не получилось встретиться. Ну, я надеюсь, что он придет еще раз на прогулки. И у нас, кстати, такая поговорка между собой шла. Вот даже мне напомнил Костя. Поговорка между собой была на тему того, где сотник, там задержание. Да, ни на одной прогулке не было задержания. Появился сотник. И единственное, первая прогулка, на которой появился сотник, и первая, на которой были задержания. Да, и поэтому... Давайте еще пару вопросов, буквально последних, и все, и мы заканчиваем. Что там с Соловьевым? Соловьев, видимо, как мы выяснили, не говорил того, о чем нам сообщили. Мы проверили, не нашли этих слов нигде. Следовательно, сделали вывод, что он об этом, видимо, не говорил. Все, все, что можно сказать по Соловьеву. Что было в Рязани. Смотря о чем вы. Да, ладно, давайте я расскажу. Вот в завершение, просто спрашивают, да, про это. В завершение расскажу, прям вот все, заканчиваю на этом. Расскажу замечательную историю. Вот тут у меня была новость, сейчас я ее найду. Ладно, не буду искать новость. В общем, во многих городах сейчас пошел такой мейнстрим о том, что закончились деньги на уборку снега. То есть у нас на дворе там 10 февраля было, грубо говоря, да, когда это началось. И все, закончились деньги. То есть нечем заправлять снегоуборочную технику, некуда вывозить, там полигоны не проплачены, что-то еще. У меня прям целая подборка есть этих новостей. И мы об этом не зная, ехали по Москве и видели, как по Москве сыпет не реагент, а песок. И мы предположили, что, ну, видимо, закончился реагент, да, то есть закупили там 2 трети или там половину от необходимого количества, а остальное положили себе в карман, да, и теперь сыпет песок на улицах. Но это все ничего, потому что я в городе Саратове наблюдал замечательную картину. Вот есть там такие замечательные снегоуборочные машины. Вот так они выглядят. То есть для тех, кто не понял, вот этот желтый автомобиль едет вперед, у него впереди, значит, вот этот вот механизм, который забирает снег. И вот по этим ступенькам, которые сверху, этот снег сыпется в самосвал, да, в КАМАЗ. И этот КАМАЗ его вывозит. Вот так это выглядит в Саратове. Вот так это выглядит в Саратове. И как бы вы думали, почему здесь на фотографии мы не видим КАМАЗ? Но я не знаю, почему мы не видим его именно на этой фотографии, но я, находясь в Саратове, переходя улицу Московскую, самую центральную улицу Саратова, видел следующую картину, как вот этот замечательный, значит, агрегат едет по улице Московской, забирает спереди перед собой снег и сыпет его сзади, вот прям ровно сзади. То есть нету никакого самосвала, который его вывозит. И он едет так по улице Московской, ехал он два квартала, дальше мне просто пришлось уйти. У меня не было под рукой телефона или чего-то еще, чтобы заснять эту картину. Она была очень такая классная, классная была картина. Вот. Поэтому, конечно, деньги заканчиваются на уборку снега, что нужно делать. Ну, как мэр, кого там, Ярославля, да, или кого, или, кстати, той же самой Рязани, предложил молиться, чтобы снег растопился, да, он пришел в церковь, поставил свечки, чтобы снег не шел и чтобы он растаял. Это не шутка. Вот поэтому молимся, чтобы нас не завалило до весны снегом. На этой позитивной ноте, но я буду надеяться, что не завалят. Хотя, если завалят, это может быть тоже неплохо, чем хуже, тем лучше. На этой позитивной ноте, такой вот у нас сегодня не совсем классический эфир, такой ответ на вопросы. Завтра, я как сказал, давайте я выйду еще раз в эфир и уже по новостям, потому что вообще мы не дошли сегодня до новостей, не до одной, а их достаточно много. Я думаю, что завтра их будет еще больше. Всем большое спасибо. Кто меня поддерживал, кто нас всех поддерживает, кто продолжает нас поддерживать, всем спасибо. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok